Первый, да еще впервые за много лет в Приволжском федеральном округе по социально-экономическому развитию. Такую амбициозную оценку нашему региону, ссылаясь на сухие цифры Госстата, поставил министр экономического развития и торговли области Вячеслав Васин. За минувший год на четверть увеличились инвестиции в основной капитал. В нашу экономику иностранцы и соотечественники вложили более 150 миллиардов рублей, не за горами открытия новых производств, сводь и на рабочих местах. Окончательный запуск уже полноценной пяти сборочных линий сельхозтехники. Американская компания John Deere, такой серьезный инвестор, как итальянская группа Креманини, сегодня в Саракташском районе осуществляет производство и строительство от убоя КРС до переработки и реализации мясных полуфабрикатов. Проект Нижегородской масложировой компании о строительстве маслоэксперционного Сорочинского завода. А вот индекс промышленного производства не такой победоносный, всего 0,6%. Подкачало сельхозпроизводство, сорвавшее план на 15 с лишним процентов. Между тем, по данным все той же статистики, средняя зарплата в области выросла до 19,5 тысяч рублей. До 1% снизилась и официальная безработица. Между тем, предпринимателям, которые и так положительно влияют на отчетную статистику, не сладко. Увеличенный в два раза налог в пенсионный фонд вывел их вчера на митинг. Очень прискорбно, что организаторы митинга не объяснили предпринимателям некоторые нюансы. Увеличена сумма страховых взносов по пенсионным отчислениям, по единому налогу на обменяемый доход. Тем, кто использует труд наемных рабочих, индивидуальным предпринимателям, возможно возмещение в размере 50%. А тот, кто на такой наемный труд не использует, возможно полностью возмещение этой суммы. Сегодня индивидуальным предпринимателям есть возможность изменить организационную правоформу. Пока бизнес совсем не ушел в налоговую тень, министр Вячеслав Васин предложил провести с ними юридический ликбез.